Так, ребят, всех приветствую, всем кукусики, бонжур. Что у нас тут? Есть что-то новое? Нет, ничего нету нового. Так, идёмте, 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 покажу кое-что. Носорог 3, это синяя птица, как слышите меня? Приём. Это носорог 3, слышу вас хорошо, приём. Носорог 3, планы изменились. Дед Мороз отправляется в детский сад в Копачах. Расчётное время прибытия через 3 часа. Обеспечьте сопровождение вертолёта. Приём. Будет сделана синяя птица. Выдвигаемся. Будем на месте через 2 часа. Конец связи. Дед Мороз, мы с Борисом называли так профессора Семёнова, ещё когда были студентами. Возможно ли? Благодаря ему я приехал в Припять много лет назад. Он помог Татьяне получить работу, а теперь сотрудничает с НАР. Ну и верно, у него есть на то причины. Он всегда был настоящим учёным. И он, моя главная надежда найти Татьяну. Я должен с ним встретиться. Он был твоим наставником, да? Попробуй найти его. Если для тебя это так важно. Только будь начеку. Я всегда начеку, Оливер. Скорее всего, его будут охранять. Постарайся проскочить незамеченным. Не строй из себя, Рэмбо. Так, строить Рэмбо из себя не будем. Давайте покажу кое-что, что мы тут построили. Здесь теперь мы можем менять наши решения, действия. Здесь мы можем перерабатываться. Перерабатываться. И можем создавать с вами... Теперь взрывчатку. Но у нас, к сожалению, не хватает. Для этого химикатов и грибов. Так, а грибов у нас вообще нету, да? Блин, надо будет поставить... Заново грибную ферму насобирать. Так, ладно. Давайте это пока мы сложим. Я тут разобрал... Кое-что. А точнее, стволы разобрал. Так, что по поводу грибов. У нас их вообще, да? Ноль. Так, для здоровья, для... Для чего? Для чего? Успокоительное. Успокоительное у нас есть? Успокоительное вообще нет. У нас нету. Лечебная мазь. Так, мазь, 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 мазь. Так, что такое? Помогает понизить уровень облучения. Ладно, давайте от радиации возьмем. Угу, все. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Идемте дальше. Ну, доктора, по-моему, мы с вами проходили? Я не знаю. Привет, 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 ребят. Ладно, Игорь, что дальше? Угу. Понял, понял. Надо будет с этим, с Михой, еще потренироваться. Потренироваться надо будет с Мишей, потом еще. Так, охота на чудовищ, охота на чудовищ. Давайте, наверное, поручим это Оливеру. Давайте поручим это, наверное, Оливеру. Потом дальше, что у нас идет? Центр Припяти, груз с продуктами Михи. А мы в Копачи, да, пойдем, старый друг? Так, Татьяна, все же как-то происходит. Так, ладно, ладно, это Татьяна. Идемте, идемте к врачу тогда сходим. Посмотрим, что нас там ждет. Только единственное, я не посмотрел, хватает ли нам с вами... Георгий Семенов, старый добрый Дед Мороз. Потрошков. Тебе ведь интересно, что произошло с ним тогда, много лет назад? С чего бы ему работать на нар, любимый? Наверняка у него есть серьезные причины. Он всегда был к нам добр. Так, женщина, не путай мои мысли. Сейчас мы узнаем, чем занимается этот профессор. Так, а можешь не лагать? Давай, все, еще чуть. Во, отлично. Как там было профессора Лопуха, но аппаратура при нем. При нем. Как слышно? Так. Твою ж. Падла. Ладно, от радиации у нас есть. Давай, использовать. Хорошо. Дома на базе уже подлечимся. Так, что у нас тут? Потрошка, потрошка, потрошка в 12 штучек. Все, отлично. Дальше там тоже монстры. Мне это неинтересно. Меня интересует, интересует старый друг наш. Куда идти? Прямо по дороге, да? Сюда, по развилочке. Так, погоди, погоди, погоди. Там можно просто пробежать. Я даже не хочу с тобой сражаться. Даже не хочу с тобой сражаться. Так. Хорошо. Использовать. Использовать. Все, отлично. Твою ж. Здорово, ребят. А что вы тут делаете? Скажите, пожалуйста. Что вы тут, чем занимаетесь? Ага, ты не один, да? Ты не один, я смотрю. Ты тут с другом. Что я вообще тут делаю? Стоит ли их трогать? Стоит ли их трогать? Давай попробуем сначала правого. Сначала правого, потом левого. Так, ты где? Покажись, подлый трус. Ничего, 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 ничего. Это мышка была. Мышка наружка. Блин, еще один. Ладно, придется валить. Придется валить солдатов, да? Конечно, не хочется, но что поделаешь. Видимо, мышь пробежала. Фу, чертовы грызуны. Да-да-да, это мышка. Это мышка, это мишка. Это Микки Маус. Ребят, я просто хочу пофармить немножко. Хочу просто немножко слегка пофармить. Мышь не против, я надеюсь? Тем более, меня-то мой старый друг ждет. Все, ты пока отдыхай. Пока отдыхаем, мы пошли к этому сходим в гости. Так, пи-пи-пи. Это мышка наружка. Так, давай, наверное, сначала вот этого. Давай, сначала, наверное, вот этого. Окружайся его! Никакой пощады! Ранен! Ого! Падла! Ну, реально, я не хотел вас валить, ребят. Ну, честно. Огонь пощадку! Честно, я не хотел вас валить. У меня из-за вас психика нарушается, понимаете? Блин, я не хочу, чего захалывать. Так, ладно, давайте уже долутаем. Раз мы сюда уже пришли, давайте уже долутаем. Ага, еще один калаш дали, отлично. Ну, в принципе, с калашами у нас порядок. У нас на всех, я думаю, хватает. Так, тут все забрали. Снизу, снизу даже не хочу смотреть. Так, удой нам направо и налево. Хорошо, идемте к дороге. Сюда и пройдем. Да, сюда и нам как раз и надо. Наверное, там, где находится профессор, мы там челиков трогать не будем. Потому что, я так понимаю, чем больше я валю наемников, чем больше я валю наемников, тем больше они потом на меня агрятся, и тем больше их тут. А это нам не надо. Правильно? Правильно. Так, дай сюда. Да, может даже получится и сделать этот, как и взрывчатку. После этого рейда, так сказать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все, все, все. Понял, понял. Радиация, это плохо. Так, и как нам подняться, как нам добраться? Во, вот так, да, наверное? Так, 29-30 метров. Ага, есть тут кто-то или нет? Что-то я не пойму. Мы отправили целый отряд охранять этого старого пердуна. Просто, чтобы он мог покопаться в бумажках. Этот старый пердун ценнее, чем целый батальон таких нытиков, как ты. Хочешь сказать, я ошибся с выбором профессии? Нет, Саня. Ты как раз там, где тебе и место. Так, а где наш, где наш дорогой друг? Ты тут находишься? Нет. Стоит ли тратить отмычку? Стоит ли тратить отмычку? Нет, оно того... Тихо. Оно того не стоило. Так, все, ребят, меня тут нету, меня тут нету. Привет, доктор. Привет, доктор. Что расскажешь нового? Не ожидал тебя тут увидеть. Ты... Успокоить его. Это я, Игорь. Вы же помните меня, профессор Семенов? Столько лет прошло. Я думал, вы давно на пенсии. Но мы ведь с вами люди науки. Наверное, отдых просто не для нас. Игорь, я так рад тебя видеть. Вот только, что ты здесь делаешь? Здесь опасно. Что вы здесь делаете, профессор? Вы... Вы действительно сотрудничаете с НАР? Вы знаете, чем они занимаются в зоне? Знаете, как обращаются с самоселами? Игорь, успокойся, пожалуйста. Ты знаешь, что делает в тюрячке? Как и всегда. Джей, молчаливый боб. И чем же конкретно вы здесь занимаетесь? Обо мне не беспокойся. Я не превратился в доктора Мянгеля. Я изучаю местную фауну. Удивительное создание. Очень опасное. Полагаю, тебе довелось с ними сталкиваться? Есть данные... Было пару раз. Да, да. ...чернобыльской катастрофы. Очень важно собрать всю доступную информацию. Дай человеку дух перевести, а то он начнет тебя подозревать. Похоже, его просто заставили работать с НАР. Так мне кажется. Тене. Да. Похоже, они как-то связаны с чернобылитом. Ты знаешь о чернобылите? У тебя была возможность его изучить? Мы могли бы сравнить выводы. Но все-таки, Игорь, что ты здесь делаешь? Тебе ведь известно, что это закрытая зона. Я не видел Татьяну 30 лет. У меня кажется, провалы в памяти. Я не помню, что произошло в ночь аварии. Мне нужно найти ее и выяснить, что с нами случилось. Четвертый реактор. Ужасная катастрофа. Некоторые наши коллеги отдали жизнь из-за ошибки в этом эксперименте. Вот что бывает, когда политики начинают управлять учеными. Татьяна, такая чудесная девушка, а твой друг Борис, вы везде ходили вместе. Я называл вас своими тремя мушкетерами, помнишь? Слушай, охрана скоро вернется со мной. Не хочу, чтобы они навредили тебе или задавали ненужные вопросы. Как мне с вами связаться? Я сам тебя найду. Теперь иди. Хорошо, теперь иду. Так, пошлите, ребят, пошлите, пошлите, пошлите. Е-мое, не туда, не туда. Все, уходим. Давайте смотреть, что у нас тут с вами есть. Старый друг, ну все. Будем ли сюда мы идти? Давайте попробуем, давайте попробуем сходить. так, погоди, что у нас тут светится постоянно? Это у нас тут вечно палит. Давайте посмотрим, что у них есть. Ну, раз мы сюда уже пришли. Да, и надо будет сходить сейчас еще в одно место. Я когда проснулся перед записью, не в плане я, а в плане Игоря, то нам пришел глюк Танюхи, и он сказал, что типа нужно сходить в одно место и найти воспоминания. Так, будем обыскивать это все или не будем? Ой, е-мое, это тут не один, да? Правильно понимаю, это тут не один? Так, не хочется и проф... Не хочется и профессора, конечно, подставлять, но интересно, что там находится. Ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. Так, время баюшки. Время отдыхать. Блин, я спалился. Блин, я спалился. Да? Да, я спалился. Ладно, ребят, все, удачи. Да он достал библиотеки. Я пошел. Блин, а вдруг там что-то классное? Вдруг там что-то классное есть. Ах ты, падла, ты кого окружить и расстрелять хочешь? Ты кого хочешь окружить и расстрелять? Давай, давай, иди сюда. я конечно ничего не вижу, но попробуем, попробуем сейчас. Так, ага, ага. так, вы его видите? Я его не вижу. блин, а покажись, пожалуйста. так, ты где? Ага, у вас тут много, а мне 40 потрошков. ладно, ребят, все-все-все-все-все-все, до побочения, до побочения, до он достала библиотека, ребят, до он достала библиотека. все-все-все-все-все-все-все, даже, даже неинтересно. Блин, зря, конечно, это сделал, ну ладно. Кажется, переигрывать мы не будем. Что натворили, то натворили. Во, отлично, три пайка у нас есть. хорошо, отлично, отлично. Так, давайте по пайку скушаем, да, чтобы у нас были все довольны. Так, психическое здоровье использовать раз, использовать два, а, все, нельзя использовать. Привет, слушай, с тобой можно потренироваться или нет? Можем ли мы? Не можем. Привет, профессор. Здорово. Хочешь прикол? Давай. У меня ведь нет выбора. Знаешь, когда я тебя впервые увидел, решил, что ты тот еще зануда. Короче, зацени, мой дядя, Миша, ездил в Озерск, чтобы закупиться бухлишком и шоколадками на станции Маяк. Это было в 50-х. Ну и странное было времечко, ух, те, кто работали над атомной бомбой, имели доступ к любым деликатесам, о которых остальные могли только мечтать. Что тут скажешь? Я такую систему не одобряю, но ученых надо было как-то радовать. Говорят, им было проще раздобыть бренди, чем морковку. Так что, они начали продавать еду жителям соседних деревень. И вот, Миша... господи, у меня нет времени на... Погоди, погоди, сейчас будет самое интересное. В общем, дядя Миша связался с одной из работниц Маяка. Хорошая девчонка. Вылезла к нему через дыру в проволочном заграждении. Миша уже подумал, что может у них будет эта самая романтическая встреча, типа раздеву. Может, рандеву? А я как сказал. В общем, увидела она Мишу. И сразу пушку на него наставляет. Чего? Ну так епт. И говорит ему такая, бросай картошку с морковкой, или я буду стрелять. Но Мишу так легко не напугаешь. Он тот еще бабник. В общем, он шляпу приподнял и говорит, прекрасная леди. Подарите мне всего один поцелуй и у ваших ног будет вся картошка мира. Ничего себе история. И что в итоге стало с твоим любвеобильным дядей? Да расстреляли за спекуляцию или типа того. Берри не понравилось, как обстоят дела с безопасностью на станции. И он поставил десяток человек к стенке. В назидание остальным. Жаль. Любопытный был персонаж. Такая сука селеви. Но он прожил отличную жизнь. И это главное. Звластен. Давай потренируемся с тобой. Всякое повидал. Можешь научить меня выжибать зоне. Говно вопрос. Это ты очень круто придумал Игорь. Одобряю. Споры приготовления травок и грибов. Поиски еды. Лечение огнестрельных ранений. Без своих навыков я бы в этой дыре долго не протянул. Так. Собирательство инстинкт самосохранения. Ага. Местительность. 12 ячеек. Добавлено 12 ячеек. Давайте вместительность сделаем. Отлично. Тогда начнем. Это 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 мне надо. Это такое что всегда надо. Слушай внимательно молокосос. Для выживания в зоне тебе нужно освоить много навыков. Скрытность. Шпионаж. Торговля. Воровство. Послушивание. Экскурсии. Экскурсии? А что не так? Устраивать экскурсии для тупых пиндосов ищущих дешевых развлечений. Это честный а главное прибыльный бизнес. И прекрати меня перебивать. О чем я говорил? О выживании в зоне. А точно. Среди множества навыков необходимым в поле есть один самый важный для салаги вроде тебя. Можешь угадать какой? Понятия не имею. Тогда я тебе скажу. Это искусство. Грамотно паковать свое барахло, чтобы больше влезло. Вижу, ты не впечатлен. Знаю, звучит не так круто, как прыжки с вертолета или умение одолеть десятерых одними только пятками до кулаками. Но это все по части нашего солдатика Оливера. А теперь представь, что тебе нужно протащить три ящика отличного самогона через заставу Нар. А места хватит только на один. А все почему? Потому что ты жопой слушал, когда я давал тебе ценные советы по укладке. И теперь ты обломал кому-то свадьбу. Самый важный день в их жизни. Потому что бедолагам не хватит бухла. И это все по твоей вине. Прошу прощения. Но эту катастрофу еще можно предотвратить. Не бойся, припятская пятерка тебя выручает. То есть я выручу. Посмотри, как я складываю химикаты, металлолом, боеприпасы и фильтры. Прямо трехмерная головоломка. Если возникнут проблемы, я буду твоим экскурсоводом, точнее наставником. Отлично! Вот теперь свадьба не пропадет. Так, отлично, отлично. с вами появилась 12 свободных вещей. Во! Вот это мне нравится. Давай тебе слэш, поуважитель немножко, давай потренируемся. всякое повидал. Можешь научить меня выживать зоне. Говно вопрос. Это ты очень круто придумал, Игорь. Одобряю. Споры приготовления травок и грибов. Поиски. Так, я скипну, скипну, скипну. Тут завершено. Давай собирательство. Отлично. Тогда начнем? Поехали. Чем мы там занимались? А, вспомнил, я научу тебя собирать припасы. Сталкеру охрененно важно уметь различать травы и грибы. Понимаешь? А еще нужно подмечать по дороге всякую полезную хрень. Ну там электронику, собчасти. Ясно тебе? О, то, что надо. Из этого говна можно собрать что-нибудь очень крутое. Главное не тормози и гляди по сторонам. Если будешь слоняться как идиот, какая-нибудь тварь подкрадется и отгрызет тебе жопу. Поэтому мы будем практиковаться по секундомеру. Я дам тебе 60 секунд, чтобы найти что-то полезное. Пофиг, готов ты или нет. Три, два, два, пошел! Так, давай смотреть. Раз, два, так, хорошо. Часики тикают, Игорь. Осталось 40 секунд. Нормально, 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 справляемся. Ага, сюда мы не можем пройти, да? Надеюсь, мы правильно все делаем. Да, погоди, погоди, погоди. Ну все, вроде все собрали. шевели булками, профессор. 10 секунд. Ну все, все. Больше ничего. А, вон еще одна штучка. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1. Ура! Игорь, посмотрим, чего ты насобирал. Неплохо для ученого динозавра вроде тебя. Совсем неплохо. На этом все, Игорь. Благодарю. Благодарю. Новая способность собирательства. я тебе еще раз говорю, немножко повожительный. Давай. давай, 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 инстинкт самосохранения дворчика. Тренируемся. Отлично. Тогда начнем? Давай. Нужно прокачаться, можно прокачаться. Слушай внимательно и не перебивай. Давай. Я помогу тебе развить инстинкт выживания. Представь, что от этого зависит твоя жизнь. Хотя нет, не надо представлять. Будь уверен, что так и есть. поехали. Что уже, знаешь, как искать полезные травы и грибы? Зато не знаешь того, что многие корни и травы можно есть. Если он не сгнил, и тебе удастся нормально выдернуть растения, есть шанс разжиться халявной едой. Ну, разве не офигенно? Так что, чем больше растений собираешь, тем больше шанс найти что-то съедобное. Попробуй. Я дам тебе 60 секунд, чтобы собрать как можно больше целебных трав и грибов. Готов? Давай. Вперед! Так, побежали. Да, мы заберем это. Так, есть. Травы есть. Травы есть. Ага, нам еще дали уровни. Это хорошо. Да, не кричи, не кричи, шевелюсь. Так, шевелюсь. Гриц, если ты такой умный, попробуй пособирай вместе со мной. Я так понимаю, мы теперь сможем есть вместо птичек, грибочки и травы, да? Блин, если представить, что в инвентаре все сохранилось после того, как я это все собрал. Ну что, мы можем это есть? Разделить, разделить, нет. осталось всего 10 секунд. Ну все, я закончил, что ты орешь? Все, нету ничего больше. Время вышло, возвращайся, оценим твои успехи. Отлично, Игорь, инстинкты работают, ну или ты просто голодный был, не знаю. В общем, на этом пока. Все. Так, инстинкт самосохранения, хорошо, давайте попробуем, угу, угу. Все равно не могу ездить. Ладно, зато у нас очень много грибов, предлагаю не тянуть время и сделать вот так, а потом дотренироваться. где наша еда, где наша еда. Сколько у нас с вами есть химикаты, ага, все. Давайте здесь посадим грибочки. грибочки. раз, два, наверное, давайте еще одни грибочки. Три. Здесь посадим травушку, муравушку. Все, с пользой потратили. Правильно, правильно, она будет потомов еще посадить. Что у тебя еще есть? А ну, давай, рассказывай. Потренироваться хочу. Потренироваться. Всякое повидал. Говно вопрос. Споры приготовления травок. Так, это я скипаю. Это я скипаю. Так, инстинкт. Теперь при сборе растений и грибов у вас есть 2% найти дополнительные пайки. Будет получать на 3% больше ресурсов. Давайте дополнительные пайки за 4 очка. Да, давайте. Потому что еда нам нужна, так как у нас уже появился новый наш вдруг. Миха. Чего мы вообще сюда приперлись? А, да! Рад, что ты вспомнил. Это ведь ты меня сюда притащил? Слушай внимательно! И не задавай вопросов! А то я на них еще чего доброго отвечать начну! Разве это плохо? Не перебивай! Так, о чем бишь я? Ммм! Чтобы выжить в зоне, тебе нужно уметь много всего. Настоящий сталкер должен уметь выживать в диких условиях. А в чем главный секрет выживания? Понятия не имею, но уверен, что ты мне расскажешь. Хорошо пожрать! А для этого тебе нужно знать съедобные грибы и травы. Кстати, облученную воду пить не стоит. Ну, звучит разумно. А то! Само собой, иногда можно наткнуться на волшебные грибы. У меня так с другом было. Как-то переел ночью псилоцибов и отправился объяснять теням, в чем смысл жизни. С тех пор я его не видел. Так что, Игорь, хорошо жри, не употребляй наркотики и все будет нормально. Вот и все. Стоп! Ты притащил меня сюда только за тем, чтобы вот это сказать? Нет, ты что? Я что, идиот, по-твоему? Я уже давно работаю над справочником трав и грибов. Держи! Оглянуться не успеешь, как станешь шеф-поваром Рыжего леса! Я мог бы просто почитать его на складе. Но спасибо, Миша. Я оценю это. Так, отлично, отлично. Теперь у нас будет шанс найти Пайке. Да, Миш, ты, конечно, еще тот тип. Можем ли мы тут что-то приготовить, если у нас 34, да, что нам нужно? Давайте посмотрим. Зеленые есть, ага, зеленые есть. Так, это психическое здоровье, да, по-моему? Да, успокоительное, раз, радиация, два, теперь пройдемся. Лечебное, раз, все, больше нету, а химикатом еще да, 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 добываем, а ну, идем посмотрим, не тут ли, нет, не тут, не тут, не тут, к сожалению, к сожалению, не тут. Так, можем ли мы с вами сделать себе винтовочные патроны, нет, не можем. Блин, а чего тут химикаты, и чего они тут у меня? У нас просто очень мало патрушков, 40 штучек. Хорошо, что, хорошо, хоть 12 из этих на дробовик. Блин, а дробовик можно наделать кучу. Кучу можно наделать на дробовик. Не знаю, стой. Давай, наверное, поступим вот так. Калаш, отправляйся сюда. Патрушки пока есть тоже, я думаю, нам не нужны. Так, металлическая пластина, хорошо, пластинку тоже. Растения, грибочки. Так, а то сюда, а то сюда, все. Ну, просто тетрис какой-то. Хорошо, что у нас с вами много места появилось. Так, у нас 12 с вами патрушков на дробовик. Еда тоже вроде есть. Давайте на всякий пожарный, наверное, наделаем на дробовик. Мало ли. Раз. Два. Сколько у нас? Угу, 28. Так, 36. Я думаю, 36 головы, да? Должно нам хватить. Так что, все. Я отправляю испадки. Я отправляю испадки. и отправляю испадки. И на этом, наверное, серию закончим. А что ты тут делаешь? Может, расскажешь нам что-то интересное? Привет. Потренироваться, показать снаряжение, исключить команды, уйти. Понял, ты просто достаешь, смотришь. Хорошо. Ага, не хватает все равно. Ладно. Так, все, ребят, мой персонаж Игорек пошел отдыхать, а мы с вами уже услышимся и увидимся в следующей серии. Так что, все. Всем мур-мур и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok